Ну всё, ребят, начинаем, точнее, продолжаем. Харстом идёт, говорит, Варди, отлично. Харстом идёт, говорит, Варди, отлично. Так, ребят, скоро я у вас, стрим начнётся. Так, ребят, верни, варди, отлично. Продолжение следует... 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 Да и, блин, с толки рамятка. Ну, хоть просто я не знаю, насколько масса. Просто это, ну, видимо, ты из каких-то не самых жёстких лик, потому что, ну, это не работает. Мастэмпист, они, в принципе, не работают. Несколько штучек в начале же тиран можно там построить просто. Ревелэйшн вот этим фениксом не помешал, как раз у него 100 с лишним энергии, то у второго атака будет. Ну, вот есть, смотрите, в чём особенность контроля есть во втором Старкрафте. Можно двумя юнитами кидать, допустим, Ревелэйшн, но может кинуть вот этот. У него атаки-то не будет, а у этого сотка энергии будет. Тут надо всегда грамотно кидать, как бы, именно тем, у кого энергии больше. Вот тормоз. Вот тормоз сразу видно, короче. Всё, этот без атаки. Да, как бы, может, это ничего не изменит, но потенциально это лишний юнит атакующий, который неплохой ДПС будет носить под армией вот этой вот Харстома, потому что эта армия жирная и, как бы, феникс нормально задамажить может здесь. Так, будет Харстом принимать уже, что ли, или что, я не понимаю. Адепт телепортирует, сталкер где-то сзади стоит. Гумиху на развороте бой принимает. Минки копаются. Это называется, как просто крутому корейцу проиграть, делав одну ошибку, просто тупорылую. Ворваться адептами без прикрытия вообще. Фениксы стоят, не атакуют. Это 1-0 Гумиху. Всё, он уже идёт убивать. Ну, если из воздуха вот конкретные, про, не досказал я тогда, пока ещё не ГГ, но провальная ситуация у Харстона складывается. Вот, если про рейвенов ещё говорить, фениксы, у них бонус по ним рейвены с лёгкой бронёй. Субтитры делал DimaTorzok Да, получил масс рейвены штук 30. Мешка у тирана с проксом 30 рейвенов. Либо протус сидит, ничего не делает, либо второй вариант протус сидит, ничего не делает. Это 2-0, но раз, если вот вышел каким-то образом тиран в этих масс рейвенов, то я все игрю, как контрить. Но к этому моменту уже реально можно 30 темпсов иметь, если там 30 рейвенов. Ну, или карлеров много. Ну, карлеров могут сикерми с вами темпс-то напрягать неплохо. Ну, тут дожимает гумер. Вот, прикиньте, да? 63 пробки на 50 ксм-к. Идёт тиран, вы просто врываетесь с криво адептами, он вас просто сразу пыры-пыры. Это любовь, короче, делает, потому что я по-другому бы это и не назвал бы. Потому что гумиху крут реально, блин. А Харстон думал, что он лунтик евротиран, что ли? Нет, так не прокатит. Причём у Харстона лимит-то сильно не отставал вообще. Вот у него всегда почти там на 10-15 лимит меньше гумиху удержалось, но без шансов, реально без шансов. То есть он просто строил юнитов и их сливал, потому что вот тот момент был переломным. Нужно было первый бой нормально провести. Всё. Привет, Димас, это И-2-2. Отморозков нашли, с друзьями всё более-менее нормально. Уже второго же вроде. У него уже выписали дома. Второй в сознании. Даже сам встаёт, правда, тяжело пока и на обезболивающих жёстких. Сейчас я вернусь. Субтитры подогнал «Симон» 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 КСМ готов. КСМ готов. Наши КСМ атакованы. Так, всё, я здесь. Чё это такое-то происходит? Чему у меня в краю карты здесь экрана, я вообще не понимаю. Вторая игра. Гумиху 1.0 ведёт. Не, ну и с Харстом по лимиту так, как прошлое будет делать всё. Может, что-то получится. Пироженки вообще не ждут. Чай остынет. КСМ готов. КСМ готов. Пристройка завершена. КСМ готов. Ну, опять тут рипер, короче говоря. В этот раз Харстом его поймает, при этом всё. Минус рипер. Отлично. Словил, как бы он ничего не убил. Вообще, этот рипер 0 потерь. Гейты пошли, робот Вайлайт. Ну, блин, наверное, у Харстом. Не знаю, что будет. Не знаю, что будет. Я думаю, что будет. Всё. Всё. Продолжение следует... 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 Такие стадии. Просто я направляю умственные способности на нужные вещи. Сильно сказано, но одно но есть. Чтобы направлять умственные способности на нужные вещи, нужно, чтобы они были. Умственные способности. Ну и вещи нужные тоже, конечно. 157, 157 лимит. 20 разница сейчас, но это хотя бы шанс для Харстома здесь. Ну и те подраться нормально. Почему? У него сейчас 3-2, может грейды заказать 2 фаржи. То есть по грейдам вроде как дикого вообще отставания не будет. Сейчас закажет Харстом грейды. С мейна рабочих можешь перевести. Да и со второй части обязательно надо уже переводить. Ну и дестабилизаторами, если будет мета к Харстом, то тоже может драться в принципе неплохо. Ну Гумиху выходит вперед, какая у него дикая тут композиция. Либераторов, правда, реально маловато. То есть пару выстрелов дестабилизаторов, так, чтобы гастов нивелировать как бы угрозу. И гастов, например, сбрить или био там побольше сбрить. Потом с викингами разобраться и все нормально будет. Без рейнджа Либератора. То есть на самом деле Харстому уже просто 200, как бы, и все будет нормально у него. Хорошая реакция от Гумиха к Медиваке, да, ты его быстро сейчас. Нету фугасов на такой стадии. Косяк Гумиху очень жесткий. Заметно было сейчас. Сталкер не тормознулся. Крейды не бустится. Косяк Харстому. Вот куда на такой стадии бусты? Один в никуда. Роба ладно, Роба надо бустить. И второй в никуда. Вот два буста этих, неважно даже, куда те бусты поставлены. И два буста в молоко сейчас. Так, залп дестабилизатором куда-то криво залп-то идет. Еще залп пошел. Вот этот не так криво хорошо вот этот откусил. Лимит почти ровный. Там биву Кусман сбоку приходит. Еще залп дестабилизатором. Здесь надо биву принять посрочно. Харстом, что делаешь? Харстом отбивается. И по лимиту сейчас почти в румень станут. Блин, хорошо. Какая реакция у Гуми? Хочется, повезло ему. Если бы он не заметил этого, сейчас лимита где-то 10-15 лишит. С умственными способностями у тебя все прекрасно. Вообще ни на секунду не сомневался. Особенно по уровню экспертности твоему о Старкрафте в чатике, как бы я сразу понял, что тут как минимум доктор наук сидит в Старкрафте. Как минимум Старкрафте, надо же сказать. Так, здесь везде забегай какие-то идут. Викинги по всем направлениям летают. Что-то Харстом какой-то побежал сейчас, но Нексус потерял. Это уже неприятно для Харстома. А что там викинги-то летают? Еще не вкуриваю вообще. Что кумику тут борзей? Так, Харстом идет вперед. Но не надо только, ни в коем случае, на планетарку Харстому идти. Это ключевой момент. Здесь био много заходит. Надо дома законтролить. Харстом на муви. Сталкер сливает. Что ты делаешь, Харстем? Что ты делаешь, Харстом? Ай-яй-яй-яй. Госакадемия убит. Бред. Здесь дарки варф. Еще так. Еще адепты дарки. 23 пробки уже уничтожены. Дарки на муви сливаются. Колосс вышел. Колосс помог отбиться. Сзади штурмовик стоит. С штормом штурмовик-то, кстати. Харстом не видит штурмовика. Колосс сваливает на мейн. Колосса хорошо Харстом законтролил. Но здесь забуксовал его пуш. Вот в чем прикол. 148-164. Не, ну тут проигрыш для Харстом. Ему весь мейн просто разборочили здесь и все. Причем до сих пор без фугасов. Гумеху же самое интересное. Ну ошибкой Харстому было идти в размен. Таким образом, как он сейчас пошел. То есть как бы ему убивали уже здесь, здесь. Ну сталкер. Вот если бы он это био принял хотя бы поначалу. Чтоб сталкеры остались с колоссом. Гумеху сейчас с мультитаском. Ой-ой-ой, что тут стоят-то. Они дестабилизончики мои родные. Что ты делаешь, подонок? Минус дестабилизаторы. Гумеху прям внутрь забежал. Харстом, то тормоз. Ты тормоз. Курить бамбук. Харстом из Голландии. Наверное, он предпочитает, если что-то и делает такое, то что-нибудь другое. Вот, поэтому может и тормозить так жестко, я не знаю. Вот если бы дестабилизаторы сейчас эти были живы, реально здесь нечем воевать у Гумеху. А здесь и шторм, и дестабилизонщики, и грейды был бы минимальный шанс у Харстом. А так нет. Идет Харст. Ну, это выход последней надежды. Уже тут ничего не светит. Я ему пошел в шторм. Почти угадал. В этом году защищаю кандидат. Комертвый лес. Спокойно сижу в стоп. 5500 ммр. И мне хватает. Ну, депутаты сейчас тоже там. Доктора наук я смотрел там. В Академии наук. Там и все дела бывают. Только вот... И Кличко, кстати, тоже. У него там три высших. Там что-то проливали. Кандидат наук, например, тоже. Вот. Видимо, ты еще и с рептилоидами дружишь. Я уверен, что пару знакомых тоже есть. Ладно. Давайте игру смотреть. Не будем флудить. Восстановил. Блин, вот самое главное, что Харстом живуч чертяга. Экономика у него всегда не... Как же сейчас викинги просто шатают этих юнитов? По-моему, Гумиху Стебану, когда забежал внутрь... Нет, это ты просто, так как у тебя понимание StarCraft слабенькое, так думаешь. Гумиху забежал. Почему? Потому что когда он бежал, юниты не атаковали его. И Харстому не мигало на карте. Сделай же что-нибудь. А когда он окружил их, уже поздно. Во-первых, они за две секунды погибли, дестабилизаторы. Во-вторых, он бы просто, ну, в любом случае не успел бы стрельнуть. А если бы он начал через атаку тупо стрелять бы, Харстому начал бы всеми патронами выстреливать, и там полармии теоретически мог бы забрать бы. Так, кто у нас дальше? Сейчас скажу вам. Гумиху Билу, корейцы. Может, на Корею пойдут? Да, здесь, походу. Субтитры сделал DimaTorzok. Спасибо. 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 . Спасибо. 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 . Спасибо. . Спасибо. . Спасибо. . Спасибо. Спасибо. . Спасибо. . Спасибо. 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 . Спасибо. Спасибо. . Спасибо. . . . Спасибо. . Спасибо. . Спасибо. . . Спасибо. . . Спасибо. . Спасибо. . 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 Так. Айберсерк пишет. Ну Кличко так-то кандидат спортивных наук. и у него кандидатская по боксу. А еще он черный маг как минимум 50 левела потому что ну он разговаривал с погибшими солдатами разговаривать может и кандидатской извиняюсь тоже. Без дипломов чат сюда не пускают ну как минимум среднее должно быть то есть со скольки у нас там девяти классов сейчас считается. Что-то гуми хоть циклонами разваливает просто всех я смотрю и вся. Уверчаш. Последний на момент белую выставляет но что-то циклоны просто валят. Просто валят циклоны ребят. Что творится-то. Ну кончились все запасы. Циклон уходит. Так сталкер 4.13 стрик с уклон точно так же как сталкер ходит с такой же скоростью. Белую и да зеркальный ник написал но решил что никто не узнает что это он по ходу дела. На этой карте хэппи и зерга когда зерк чуть не выиграл против хэппи. Апсерву разбивает. А я что-то подзабыл на какую. Да на этой карте все я вспомнил даже как это было. Зерк что-то все ломился ломился давил давил хэппи там на мейн улетал но потом все-таки спустился и наказал. Важно. Потом. Тут. Важно. Субтитры сделал DimaTorzok 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 но звук можно выключить что лучше то тут даже не в неизвестно а Ну что, жесткие бомбардировка 19 пробок, конечно же Это не было коренным Каким-то переломом в игре Но поверьте, когда Минкос 1 строго 19 пробок убивает Это любую игру перернуть можно Но это был еще один Жесткий гвоздь На 250, наверное, в крышку Гроба Деревянного Макинтоша, скажем так Билую в той игре Ну и вторая у нас На карте Daybreak Ючуек, смотрю FP ПМчик вам поставлю сейчас Все стандартно, чизок никаких нет Ничего не пропускаем Мы даже особо Помните, на кибетике ставочки все есть Вот это Что за хрень-то Сейчас браузер потише сделаю Тогда реклама со звуком Но незакрываемая Ну все Адеп Мазеркур Не Эксус достраивается Здесь СССР Смарик Угумиху Ну увел пробку-то Ва-ва-ва-ва-ва Не увел никуда Пробка минус Пробка минус Неприятно, но а что делать? Рипер летает Ой-ой-ой Не успевать так Гумихош Прям там тыкает Там этот Уйти хочет сильно Привет, Лёлик Дэя Здорово всем Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Улетают В общем-то минки Гумиху Идти дропаться сейчас Все стандартно достаточно То есть минки дроп Без всего Просто две миночки Сейчас очень любят тираны Просто прилететь На нежданчик Ворваться Майки не нужны Особо Почему? Потому что они мешают Только минкам дропаться Рассчитано Это в любом случае На то, что оппонент Просто не среагирует Как бы И А среагировать Поверьте Очень сложно Потому что на бусте Медивак залетает Очень-очень быстро Минки копаются Все 3 секунды То есть Оверчаж Может только одну Минку выбить Вот Он одну выбивает А вторая Спокойно Абсолютно закопалась Ну хоть одна Уничтожена была И то хорошо Ну и нужно Апсервера Теперь сюда везти Успеет долететь Но он белую Нормально здесь отбил А, еще залезла Минка в медивак И тро Да и ничего И не сделаешь С этим Робобэй пошел Здесь форжан Третий некс Выхода пока не идет Здесь у нас Инженерочка В стенке Танечка один есть Далее реактор На факте Стимпак Щиты плюс 1 Делается Ну Либо это Ну хотя Вот Если бы это был выход Я думаю Гумиху Какой-то жесткий Такой Как бы Прямо Пуш Такой Практически Улыновый Полуулыновый То есть Двухбазовый Сильнейший То это было бы танки Были бы танки Наверное дальше А так Получается Минки Хотя с другой стороны Один танк есть Это могут быть Минки И пус Медивак Либераторов Добавление Да Нет Ну да Выглядело Все это Как плавный Переход В третью Сечку С одновременным Поджимом Каким-то Возможным Выходом Тут В этом Билде Какой Косячок Есть Инженерка По Билду По такому Должна быть Раньше То есть Плюс 1 Должен делать Секунд на 20 Раньше Чтобы Подстраиваться Под остальные Грейды Или даже На полминутки Полетел Тройной Дроп На данный Момент В нем Вся армия Практически Сидит Тирана Два Марика Две Минки Осталось Дома Третьей базе Еще даже Нексус Не заказан Пока Пробочку Гумиху Убил Да и Уходит Танк Тут Один Не понимает Что Делают Дайте Мне Стимпак Танк Я Побыстрее Ездить Буду Но Стимпак У него Нет Я Не понял А Билу И будет Еще Нексус Построить Или Он Будет Так На Двух Базах Ходить Постоянно Реакции На Залк Минки Нет Хотя Надолго Там Будет Целевого Видимо Не Контролил Билу Именно В этом Месте Продолжение следует Так Четыре На Дептика Полетели Две Фаржи Убилут В этой Игре Макро Прямо Убил Как-то Получше Но Того же Харстама Третий Нексус Умудрялся Он Поставить Гораздо Раньше Но С другой Стороны Билу Истайл И Уже Считает Что Он Полностью Защищен Именно Колоссами И Своей Армией И Так И Есть Но Теперь На Лейте Это Можно Просесть Потому Что Экономика Слабее И Да И Лимита Меньше Становится Рабочих Меньше Чем У Тирана У Протса Это Вообще Провал Коробочих У Тирана Меньше Чем У Протса Меньше Чем У Тирана Но Зато Две Форжи Пораньше Начали Работать Но У Меньше Из Одной Инженерки Сделал 1-1 И Он Сейчас 2-2 Закажет То есть 2-2 Ну Как Не То Что Раньше Тут Армор Второй Значительно Раньше У Протса Вторая Атака Вот Тоже Пошла То есть Как По Таймингу Армора Будет Опережать По Одному Грейду Получается Но Полей То Все Нет Поэтому Примерно Ровень Грейды Здесь Идут Можно Что Вровень Здесь Идти Все Газ Начинает На Третьей Базь Тоже Добываться Активно Четвертый Нет Пошел Ну Правильно Все Делает Тот Он Как Бо Стоит От Обороны Сожирает Сминучку По Тонко Здесь Пошла Либератор Пролетает Надо Уводить Рабочих Один Сразу Минус По Сталкеру Постоянно Забирает Но Что Делать Слишком Больно А армор Второй Доделался Будет Третий Заказ Надо Заказывать Смотрите 800 Газа Почти Здесь Еще Что Было Уничтожено Я Даже Не Понял Что Стар Гейт Темпист Интересно Что Или Ревелэйшн Да Пошел Третий Армор Наконец Ну так В этой Игре Белую Неплохо Смотрится Грелка Зачем Грелка Не знаю Грелка Сомнительная Вообще Необходимость Грелки Здесь есть Швикинги Ее моментально Собьют Просто И Как бы Если она Будет Жечь На халяву Откуда То Она Вообще Их Развалит Но Грелка Я Не знаю И Чтобы Жечь Нужно За спинами Стоять Наземных Войск А если Викинги Будут Воздух То Они Автофокусом Ее Собьют Ведь Это Прямая Им Угроза Да Они По Колоссам Конечно Могут Бить Колосс Тоже Подставлять Я Архончиков Эли Шторм Здесь Не помешало Может Делать Три Малика Бежали Минус Три Малика Четвертый Нех Начал Качать На Мэне Смотрите Смотрите Вот как Пилонов Здесь Нет Уверчаж Не повесить Фотонок Нет Дроп Если Не хочу Просто Могу Меху Предпочитает Лоб Выйти На Такой Стадии Можно И Камни Пробить На Сам деле Потому Они Ну Тут Мешают Себе Здесь Так 2-2 Готово Три Билона Для Уверчажа Здорово Акирыч Ну Так 3-3 Там И Там Делается Поля Будет Интересно Билонов Армора Делать Не Знаю Сталкер Забрал Опять Кстати Без фугасов Я вижу Гумиху Будут Дропы Начинаться Здесь Три Мародера Чуть Прибежали Чего Не Прибежали Ну Так Поубивали Две Пробочки С газа И Все Пробок Можно Было Восстановить Но Пока Не Спешит Билов Восстанавливать Сейчас Дум Друп Плюс Либераторов На Мейн Привезти Пять Ой Пять Медиваков Билов Медленно Соображает Сейчас Он пошел На Мейн Что-то Там Убило Что Он Убил Не Помогу Варпил Кстати Смотрите Билов Это Кстати По-умному Очень Хотел Все Сделать Что Что Он По-умному Хотел Сделать Скажите Вы Он Заметил Что Полная Энергия У Многих Медиваков Здесь И Он Решил Варпануть Стромяка Чтобы Записбечить Но Тупо Не Успел Погибли Все Штромовики И Гуми Со всех Сторон Здесь Разбирает На Халяву Это Называется Классический Развод Дрогнулся И Убил В основном Управлении Все Убилов Здесь Реально У него Гигантский Запас Ресурсов 3000 Но Еще Будет Шанс Подраться Получается Несколько Медиваков Сбил Но Тирана Не Меньше Запаса Это Плохо Для Билов И Целую Базу Потерял Сейчас Рабов Устанавливает Со всех Баз Баз Заново Заказывать Пытаться За счет Этого Вытягивать И продолжать Делать Грэйды Поля Там И Т. Здорово Вот GS Отлично Можешь Применять Свои Шифры Я Тебе ГГ Года Финальному Еще 10 Там Или 20 Даже Сколько Нужно Скинул Ну Если Тебе Будет Не Влом Заморачиваться Ну А Вы Разгадываете Прикольные Шифры За Премиум Кто Шифры Разгадывает Уж Там Дойчь 2R Очень Много Уже Разгадал Разрешаю Больше Пяти Активируйся Это Все Таки Не Просто Как Вам Не Из Чати Успеть Подрезать Просто Три Фатонки Просрал Почти Весь Запас Ресурс Своих Биловы Но Еще Есть Еще Есть Ресурсы Гастов Нет У Гуми Фатонки Отменяются Хочу Говорить Либератора С ранжом Уже Нет Без Ранжа Зато Две Атаки На Воздух То Уже Не 85 А Целых 25 Дэмэджа Либераторы Наносят Какой-то Биловы Влез Сейчас Под Либераторов Непонятно Минус Викинги Минус Много Юнитов Темп Заказано Поздно Да Ты Шторми Что В молоко Все Е Мое Блин Куда вы затолкали Архон там матом ругается Куда вы мудаки Мелкие гниды Меня толкаете Блин Оттолкнули Под Либератора Пацана Своего Его Убили Надо Блин Да Много Среди Смешных Моментов Таких Архона Когда он Морфится Если он Среди Юнитов Находится И они Вперед Адут Они Толкают Как бы Такой Трик Даже Есть Можно Подтолкнуть В бой Например Чтоб Он Не сзади Морфился А прямо Ты шел В бой И он Морфился Но Здесь Получилось Наоборот Викинги Как бы Чини Викинги Либератор Разложен Архон Еще не Проявился И его Туда Затолкали Сталкеры С адептами Так Здесь Викинги Сели Ковыряют Филоны Минус Викинги Сталкеры Телепортнулись Ну и на 4 151 Нет Гумихот В этой Игре Билуи Сопротивлялся И даже Неплохо Но Это Проигрыш Скорее Здорово Ферум Спасибо тебе Вчера За поддержку Большое Такие дела Ток 2 Активировал Ну и опять Разрешал Всем Как бы Ну То есть Сколько Ну И загадок Можете И больше Ну или Кому-нибудь Там Дарить Я не знаю Что в чате Я просто Кидал Я делал Не надо Больше Пяти Наглеть Потому что Ну Тем более Там Какие-то Возможно Сколько Программ Это Все Делается А Другие Этого Не знают Это я Не знаю ГГ Пишет Билови Другие 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 Продолжение следует... 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 ну а у вас ваше внимание естественно так прилетел репер он начинает тут монстрить вообще своими пистолетами прыгает там в прыжке стреляет в прыжке сверху стреляет но никого убить не может как в ролике от этом карботовском стреляет долго-долго никого не убить что там за супер смешное видео-то такое надо открыть спасибо хитвисборн 5 роучей делается стараюсь чтобы starcraft максимально освещен был прокомментированы самые интересные турниры вот 8 роучей у нас ребят строится ну то а здесь колбат пуш плюс циклона что ли да так оно и есть трансформируется холбат циклонов две штуки холбатов 10 так 5 плюс 7 уже штук на роучами драться нормально сейчас блин ну это сверх опасно циклона очень жестко бонусуют по роучам а лингов колбаты выпилят в хлам просто не нужно так лингами неаккуратно ломится но циклончика 1 минус 0 хватило просто за глаза смуту здесь чтоб все зашатать молодец и системы работают нормально нахожусь под дадим им жару так 78 68 снуд решил что надо контур куш запилить здесь 4 4 этих циклона опасно так смут контур куша перед снуть понял что здесь лучше ничего больше не пилить и уйти домой из 2 реактор причем работают у гумиху несколько лингов на 3 остаются сейчас контролить происходящее плюс 1 снуд ранжовый играет за как лэр почти готов парабан 52 44 уже в плюсе вроде как снут и третья хата работает там плюс 1 кстати ранее достаточно у гумиху и циклонов сейчас будет уже 7 штук ё-моё это много очень много и пойдет опять пуш кстати говоря опять пуш идет готов ли снуд встретить реведжеров все больше и больше там не реведжеры это хорошо 10 роуч изопильных лбаты трансформятся сейчас фаербулы поперли отгоняет снуд гумиху нючка назад плюс 2 у гумиху самое интересное как бы это и не улын то вот гумиху нифига то есть он перейдет в экономику потом захватывается клонами овера спокойно убивает здесь у нас мув роучем пошел но снуд хорошим плюсе по лимиту если сейчас может произойти что у снуд это делает с плюс 1 и мув и если у гумиху не будет например танков в миксе можно все это роучер реведжерами выпилить будет с фаерболами я так думаю но оверов лучше много не терять чтобы это все было осуществимо не спешит снуд лезь четвертую хату уже делает все правильно снуд делает 66-52 варабам вот как смотришь макро снуд как бы у него очень крутое макро всегда показательное прям такое но потом у него бывает много косяков таких на средней стадии с таким макро почему он грейды все с одной эволюшина делает хз тоже так пошла вторая атака ручь пока везу 2 секунды до готовности мув все мув готов ушли роучь 10 циклончиков принял или гиллиончик гиллиончик вроде как снуд принял 25-100 так фаербол попал один я смотрю по циклонам аккуратней снуд лезть так гумик усам какой то вылупился твои же фаерболы помешали нагонять нормального оппонента здесь кстати между прочим не планетарка а орбиталка а вот эти пацаны вы ждали я нет лично они придут сейчас 10 сварм костов надо проскачать экономику на 4 базе тогда как раз лимит это на 16 рабочих остается но нет оверов соплай блок уснута блин а если бы он просто ровущий реводзеров масел мне кажется он бы уже бы пробил бы блин все сварм косты прибежали нужно ли с нуту сейчас вот прямо ими костовать своих локустов я думаю что нет на ксилнагу можно выйти из ксилнаги закастить их просто вперед так здесь идет вперед гумиху смотрите с двух сторон принимай давай как сюда с нутик что с нутик и делает с вами косты уходит как же локуста начинает пилить куда они пошли еще 24 локуста приходит просто кснки падают в мясо все здесь нут ловит циклонов или кто или склону с нуту ловит я вообще не понимаю кто кого ловит фаерболы падает плюс 10 роучи делается вторая атака готова гумиху давно уснута вторая еще только-только делается я думаю с приростом должен отбиться тем более фаерболы попадают и скоро локуста закэдэшится 189 140 с вармхасты летят локуста ой как локуста выпиливают здесь все жестко реводжеры затанковали на циклонов здесь локуста очень сильно помогли 190 на 100 по лимиту это победа с нуту стопудовая на самом деле в этой игре и это хорошо даже если он гумиху сольет он шансы на выход из группы еще очень сильно повышает свои на самом деле гумиху гумиху пишет наверное что было не как а это это таким не не Продолжение следует... 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Не, это похоже на 1-1 Нахрен на Авервинде играть в пуш Вообще непонятно Такой вот стрёмный тем более Банша начал экономику унижать Да, здесь ещё одна банша есть Не, это тут циклоуна? Не-не-не, ребят Не-не-не, и ещё раз Циклоны плюс гелики выходят Армары нет Ну куда-то гумиху поспешил вылезти Здесь линги нормально забежали Кстати, сейчас Нужно внутрь их запускать Если сток Сейчас гумиху получит дэмэдж За то, что он вниз вылез-то, кстати Ты не слабый Падает вся Весь биолемит Ой, весь Боеволемит И сейчас и КСМки потерпят 35-35 Парабам Сейчас 30 сейхи нет Откупку у Снута Трихаты Это шанс для Снута очень хороший Это очень хороший шанс для Снута 18 КСМ их выпили Ну ничего себе Мулы бы сейчас бы сразу сгрызть новенького Не получается Ничего больше сгрызть Здесь порки 50-27 Ну вот в этом весь Снут просто 50-27 Зачем гумиху за дэпошки спускался Он что решил Он решил, что Он видел только Роучи Да, как бы с Ксилнаги Ну Баншой, кстати Он мог собак увидеть Я вот этот момент Не показал И не увидел сам То есть, наверное Он просто не видел собак Что там около 30 штук Он спустился И подумал, как Циклоны в мясо Разваливают Роучи Плюс еще Банша сверху Пусть затанкуют Гелики затанкуют Пофиг Типа убью И сразу поеду В контратаку Может или на третью Там поеду Расчищать А в итоге Ленги прибежали Циклоны Геликов потерял Здесь несколько штук И они не смогли Эффективно с ними И сверху-то справиться Так, ВР делается Не надо дронов Много позволять убить 87, 68, 67, 37 Парабам Просто великолепная Ситуация по рабочим Для Снута Ну, в Банша Пошел Усиленные несущие винты Ничего себе Четвертая хатка ПВУ Впереди Немножко Третья Банша Уже летит Гидроден Сну ставит Гидроден Раньше сработает Чем тот же Шпиль Так, тут Банша Начинает третью Выпиливать Две Банши Залетают Четвертую Еще не хату Простите На третью Две Банши Залетают Одна Королева Здесь осталась Блин, построить-то Оверсир И че такой долгий Оверсир-то Я не понимаю Так, здесь Снут законтроливает Баншу Молодец Дронов Запарил уже Здесь по дронам Стрелять Оверсир Вот, наконец Прилетает Оверсир Муфовером Сну Вот, молодец Молодец Есть угроза Какой-то мех Опа Мех На такой карте Мех против смута Который просто Великолепная макро Имеет Да это ТВЗ Мечты просто Блин, сумары Тут навыпиливал Че-то гумиху На центре Нормально Навыпиливал У Снута Муфгидре Делается Инфестейшн Для Хайва Конечно же Ну, инфестеров Можете пилить Еще, конечно С Инфестейшн Опять с одного Эволюшна Почему-то Че с одного Эва Все время Грейды Я не понимаю Делается Муфгидре Сейчас Доделается Вторая атака Пошла Ну, правда Снут Идеально Атаку заказывает Здесь Хайв Будет У нас Надо Надо Хайв пилить Вайперки Помогут Нормально Четвертую Раскачать Не помешало Здесь Гелики Циклоны Рядом Стоят Криптуморы Восстанавливают Здесь Очень много Криптуморов На центре Ну, гумиху Видит Бедные Криптуморы Жаль Как этот Криптумор Сколько же Здесь Их Много И они Все Сейчас Будут Погибать Просто Молодыми Вот Как Мистер Малой Так Что-то Мне вспомнилось Да Банши Полетали Похарасни 141 150 Не Ну Поле Мит Угу Так Нормально Тут Идет Второе Второе Арморис Сейчас Там С двух Арморис Грейды Пойдут На мех Здесь Снуд Бежит Роучами На хвост Хочет Сесть 4.13 А здесь 4.2 Разница 0 Получается 0.07 Короче 7 сотых Разница Показателей Скорости То есть Там Если Роучи И догоняют Ну Очень Медленно Весь Этот Лимит Так Пятая Хата Шпиль Здесь Можно Хату Еще Перить Хайв Пошел Сейчас Хайв Снуть Тянул И Подземная Мефро Почему Нельзя Добавить Второй Эволюшн Хотя С двух Сейчас Грейды Делать Добавить С вармхостов Наблюдаем Почему Две спорки Нельзя поставить Проблема в том Что С двумя Спорками Нормальный Игру Кто же Найдет Где Подвыполить Рабочих Но Все таки С двумя Спорками Тирану Понапряжнее Два Роучи Танк Здесь Оставил Это Все Заменяется Сразу Другим Боевым Лимитом Например С вармхостов Гидророучи Реводжеры Хороший Такой Микс Уснуто Плюс На воздух Пошел Сразу Эволюшн Куровирк Активировал Премиум На ваш Канал Вообще Ничего Не делают Куровирк Разгадал Что-ли Что-то Там Или Сам Активировал Опа Нидус Уснуто Здесь Овер Висит На Мейн Заходи Не хочу Причем Лимит Не Мобильный Но Гумиху Заметил Овер Он Циклонов Сюда Именно Про Их Честь Вывод Да 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 Хорошо Манши Прилетели Дали Залп Почти На 88 ХП Продолжаю Далее Хорошо Спорки Снуд Делает 2-2 Умиху Скоро Доделается Скоро Здесь Третья Атака Уснуто Правда Доделается 77 Дронов Что Снуд Хаты Новую Не строит Здесь Бо Стаял Не знаю Рез Бо Занял Хотя Втором Старкрафте Рез Тяжеловато Занимать С С Опять же Должен Видеть Умиху И Очень Сильный Боевый Стоит Овер Минус Так Короче Нидус И не смог Применить Но Отменять Не стал Паразик Там Локус Ты Плюнули И Сто ХП Сняли Тору Нидус Пошел Прям Под А эти Гидра Куда Вылаз Как Больно Жигелики Делают Гидре 3 3 Там Угумих Пошло Зачем Нидус Делать Под Под Кланетар Чуть Не понимаю Единственное Походу Дело Да Удар Руч То Согрелись Там Бой Идет Снут Вступает На F Еще Жмет Один По-моему Да Или F Два Там На Армию Жмет Баншим Останки Геликов Просто Немерено Блин Боевого Лемита Больше Прыгают Непонятно Пора Прыгают Зачем Но Это Разгром Смут Упадет Практически Моментально Но Мутка Начинает Выходить 20 Муталисков Уже Вышло На Ту А Снут Специально Тора Покусил Просвищнутся В мутку Я так Понимаю Здесь Танки Едут Надо Танки Минус Снут Муталиски Сплетятся Здесь Часть На Вот Эти Танки Часть На Ту На Том Направлении Дерутся Королевы Трансюзятся И Очень Даже Неплохо Они Трансюзятся Ребят Хорошо Хорошо Снут Отбился Потеряв Одну Хату Правда С Хайвом Потерял Ребят Что Печально Конечно Идет Вперед 176 44 Сколько Муталисков А 44 Уснут Давно Я таких Мастовых Свитчей Не видел И Прямо Фактори Влетает Снут Просто Царь Вообще Гумиху Наказывает Реально Наказ Мадам Идет Вообще И Фактори Начинает Выпиливать Просто Царь Вообще Снут Как же Красиво Он Все Здесь Делал 40 Там 50 Муталисков Свитч Гг Пишет Гумиху Блин Снут Вообще Что Красавец Просто Царь Респект Тон Я Снут Выставляю Просто Сейчас Громадный Ну Что Где Будет Продолжение У Нас Что У Нас Тут Происходит Павел Вячеслав 500 На Сбер Присылает Фермер 323 Спасибо Тебе Большое Хорош Снут Хорош Снут Ну Гумиху 4.2 Он Уже Вышел Я Так Понимаю Да Да Он 4.2 Спасибо Спасибо Всем Пацаны За поддержку Большую Но Это Опасность Меха То есть Марики Выходят Очень 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 Быстро Туретки Есть И Хрен Ты Продакшн Так Био Тирану Повробреешь А Мех Тирану Просто Ударяет Туда Куда Нужно Просто В сердце Его База Просто Красиво Снут Сыграл Ну Осталось Теперь Остальных Минус Ну Сейчас Скажу Ну Сейчас Снут Будет С двумя Играть По Плану Так Снут Билуи Три Еще Бо Три Снут Билуи Билуи Харстом Пвп Еще Снут Харстом Там Что-то Поменяли Места А Снут Билуи А Ну Так И Есть Как Ну Последние Два Матча Если Там Что-то Будет Решаться Поменяют Видимо Местами 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Нужно было супер много туреток успеть наставить, короче. Хотя бы на мейне, тогда бы Снут убил бы ему про экономику, но он, может быть, успел бы Торов построить. Но не факт, что успел бы. Вот в чем прикол. Ну и минами он все точно не прикрыл. Продолжение следует... 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Грибы у Снута нормально повлияли на его победу в той игре Просто грибы на дистанции окупаются всегда, когда много плодят Понятно, что они не могут так быстро окупиться, но они тоже были полезны Но показалось мне, что Снут и без грибов бы там разобрал на самом деле Так, три дарка варпит белую сейчас Четыре дарка Ну, Снута здесь дохрена оборона, он как бы сто процентов здесь все отобьет Роучей достаточно много Ну вот, ладно, 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 ладно Так, везде чудо арки бегают Уверсир есть уже на мэне Явно сейчас белую будет сливать Уже архончиков Но пока улетит, пока сольет Пройдет время Оверов я под краем вот так бы отвел Сейчас прямо под ними архоны сольются И развалят его Уведи ты смук его подальше Видит же прекрасно, что здесь Ну, блин Ну вот, пожалуйста Минус овер Не люблю я очень такие моменты От игроков от топов В первом Старкрафте Как-то это все видели Там был привычен тяжелый контроль Что там каждого юнита Отдельно надо законтролить Здесь же, блин, привыкли В одном контроле все Держать, развесить Остальное не следят даже Ни хрена Зачастую Как вот сейчас получилось Что Снуз Так, ну архона там по ручин залпа дает Кажется, обсервер Снуз сбил или что-то Да, обсервер сбил Сейчас я звук слышал Такой Обсервер погиб Ну, я думаю, многие понимают О каком звуке речь идет 68-62 парабам Билую третий нексту Знамя по рабочим Все нормально Каких забеганий пока не применяет Ну, парасит Задача Снука будет отбиваться Просто отбиваться сейчас А, вот, шпиль готов Все, архона Точнее, дарк харас Вот этот Архона дарк харас Сейчас все Прекратится Надо просто пару муталисков Хотя бы Ну, пару мало Архона выпили Так быстро Штучек 6 запилить Как бы И пытаться призму выбить Ну, Снуз, кстати Не собираются шпиль спешить Применять здесь вообще О, 4 муталисков Что, 5 муталисков Четвертая хат Доделась Почти дроны будут Не знаю В ресурсе Что-то очень много У Снуз накопилось Коготь делается Мувбеллингом делается Здесь выходит белую Наксилнагу Сконтролить Ксилнагу Блочит Вижн Сейчас Снуз увесь 9 реводжеров Снуз пилит Боится выхода Какого-то Все, мутка готова Надо заманить подальше Призму Конечно Вот-вот-вот Давай выпиливай Призму Улетает дальше Ну, Снуз понимает Что муталиски будут У них тоже сейчас моментально Данную запись Я на ютуб выложу Если ты по поводу этой Вот По поводу первого Старкрафта Так уже она Уже на гагаклеере Выложена сегодня А в один с утра Сним Летели архоны В призме Точнее Шли архоны По земле Видят Призма Летит Горящая Сели в призму И сгорели По аналогии С анекдотом Про медведя Который Сел в машину И сгорел Вот И минус четвертый Нексус Снуз Снуз Своего Оверсира По-моему Сбил Он не показывает Потери Потому что Свои Когда юни Ты убиваешь Не показывает Одну графу Надо отдельно Делать Потери Типа своих Ну и Снуз Смотри У себя Вполне Неплохо Чувствуется Так Забегай Фенги Да все Шатай Лингов Много Чего Снуз Боится Одни Сталкеры Он может Не видел Всю армию Я не знаю По-моему Там все Замечательно Было Просто Еще 10 Муталисков Снуз Делает Кстати Это будет Неожиданным Потому что Белуи Не готов К свитчу У нее Фениксов Нет Но зато Две Фотонки Есть На мэне Потом На третий Вообще Нет Ушек Никаких 13 Муталис Плюс Один На воздух Камни Снут Решил Пробить Правильно Пробить Можно Просто Быстрее Придет Надо Про Это Помнить Муталис Ток Уже 15 Штук Сейчас Будет 18 Такое Количество Мутки Просто В секунду Фотонки Убивают Которые Там Например Две Штучки Есть Убил На мэне Залетает Снут Форжу Минусует Фотонок Больше Значит Не Будет Просто Играйдани Будет Форже А это Важно Так Фотонок Снут Минусует Не Минусует Билов Увидел Сталкеров Билов Сейчас Снут И решу Сна Доступить А в это Время Так Налом Идет На В основном Управлении В районе Четвертого Нексуса Так Гарфона Выпиливают Тут Идут Вперед Еще Сзади Много Бэйлингов Морфитса Линги Пока Живут Еще 52 Линга Заказаны Несколько Лингов Я имею ввиду Еще Пока Живы Но Все Меньше И меньше Их Становилось Снут Снут Отступил У Билов Плюс 1 Грейт В итоге Хорошо Бэйлинги Вкатываются Сначала Хорошо Вархона Вкатывались Потом Так Себе Мутка Терпит От Архонов Сейчас Пару Залпов Прошло И уже Больно Стало Знаете Кобилов Тут Просто Вол Лингов Много Наобой Принимать Снут Там Не так Уж Много Юнитов Ну 5 Имов Правда Есть Но Тут Не по кому Бонусом И мы Не бьют Понимаете И сейчас Эти ценнейшие Юниты Выпадут Просто На собаках Мутались Фаерболь Проходят 165 172 103 Просто Снут Приростом Задавил Снут Выглядит Сейчас Просто На фоне Этих Корейцев Как Я не знаю Топовый Вообще Как топовый Какой-то Кореец Даже Гумих А Гумих Я отношу К тиранам Тира Один Сейчас Таким Как Бьян Таким Как Тивай Может Чуточку Он их Послабее Но Он Сильнее Кинов И Лайв Всяких Снут Его 2.0 Прокатил Там Очень Жестко Ну А Билу Билу Это Такой Тир Дно Тир 2 Прокатил Я бы Сказал Может Сейчас Он Получше Конечно Стал Играть Я имею Ввиду И Скорее Конечно Он Не Зест Он Не Сиджи Кира Он Не Статс Очень Много Мутали Слав Вообще Потери Давайте Глянем Ну По Потери Мы Смут Тоже Кешина Не Были Ну Да Давайте Будем 20 Мутали Скорее Бояться Трех Сталкеров И Потом Ладно Пять Сталкеров Я Не Прав Черт Побери Они Перевернут Этот Бой На Третью Снутрывается Минус Пробки Да Убивает Уже Юнитов Боевых Надо Действовать Ультимативно Таким Лимитом Чтобы Он Понял Что Его Короче Так Что Твич Не Идет Чуть Не Понимаю Нет Все Идет Все Нормально Не Понимаю Ребят Кто Шарит Здесь Твич Название Менять Какая Сраная Лента Канала Есть Я Туда Название Просто Пишу Как Бо Я Больше Не Знаю Куда Его Еще Можно Написать Я Теб Не Вижу Где Онлайн Человек Сколько Она Показывается Вообще Вообще Ни Хрена Непонятно Вещей Что Происходит Уверенно Идет Пока Непонятно 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 Субтитры сделал DimaTorzok Прикольные загадки, Джейс Спасибо тебе, мне самому нравится Сидел бы я в чатике и погадал бы Как ты это все делаешь, что, блин? Тебе реально надо такое делать, какую-то тема Ты на моем месте для отвечания стримил? Ну ты не на моем месте Поэтому сиди стрим, смотри пока Какое у меня название Третий день висит Оно, возможно, там и висит Я тоже не знаю, где менять просто Сейчас у Кобрача спрошу Он узнать должен Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Через информационную панель не пробовал Сейчас попробую Короче, попозже немножечко Ну это да, несложная загадка Но прикольная загадка Так, название неправильно, короче Так, ну что, тут адепт Снут Изи принимает Один телепортнулся, второй нет Ну Снут видел направление, куда он там зателепортировался Вот он, чертяга, где бегает Снут его ловит Ну уйдет, уйдет Так, чаш попер 8 роу Чист Ну он делает, решил пропушить, по-моему Да, 11 Как адрес! Адепты тепленько пришли, да? Нормально, подловил Пытается уйти сейчас Билове Одного адепта Снут принял Два там куда-то ушли Куда они вообще ушли? Домой пойдут? Нет? На вторую адепты телепортнулись Как Снут проморгал этот момент, я чуть не понимаю Руч приходит, реведжеры пилятся На второй базе адепты с королевой бьются Четыре дрона минус Снута, еще там Билове Снута, но это немного на самом деле Так, здесь линьки зашли Куда на верчаж-то прутся все на Фатонку Снут? Что за контроль? Кстати, проблема Так, выходит первая морфл Тут пилдов много Биловые кривые, пилды еще встают Реведжеры появляются Патонок все больше и больше Пилоны пытаются выпилить Снут Пилон выпиливают Действительно здесь пилон На одном пилоне висит Вот в чем прикол Скоро будет еще энергия на один у верчаж Патонка, что-то дэмэджи вообще дофига наносят Эморфл падает, тем не менее Или нет, еще нет Эморфл пока не падает Сейчас второй уже выйдет Первый наконец-таки упадет он Наконец-таки Ничего не падает он вообще Линги все новое и новое дотекает На эморфл накидывается Пилон с у верчажем с новеньким выпилен Так, эморфл падает 70 на 55 по лимиту Линги все текут и текут Розелки под ударом Роуч пилит вместе с собачками Пошел еще давар Давар нужно сгрызть бы побыстрее Линги сгрызает давар побыстрее Снут там дронов начинается Второй этаж Да, понимает, что здесь скорее все Пуш закончен, скоро будет И надо бы экономики добавить чуть-чуть Ну, Линга, кстати, еще много прибежала Надо бы эморфлов минуснуть бы сейчас Кстати, эморфла минуснет сейчас Ну, быстро кончились поля Медленный варп на делков Медленный варп, Билуи Что ты делаешь и рабочие под ударом И такая же история, как, в принципе, с гумиху выходит То есть вроде как сначала Пуш непонятно складывался Потом рабочих все-таки наубивал И за это время перехалявил в хлам просто И сейчас шпиль с... Ой-ой-ой, смуткает Сейчас жирную точечку поставит Здорово, техно-рокер Чаринчи активировал премиум на ваш канал Так, оп, разгадали все-таки Так, ты думал, что запись в третий день? Не, не запись, я просто не знаю На Твиче после обновления Где название менять реально стрима Шесть муталисков заказывает, ну А что всего шесть? Что-то мало Надо больше делать Еще три поперло Призма летит, что там она, с адептами? Да, с адептами Чуть пытается снуд найти, где порвать чего Урвал пробку, урвал газ один Билу хоть отменит его Так, прилетает призма Ну хоть призму слетай, убей снуд, я не знаю Металиска минус у верчажа одного Призму не пытается снуд убить Мувбеллингом делается Блин, ну как-то казалось, что вообще в хлам, короче Казалось, что вообще в хлам снуд выносит А в итоге-то выходит, что как-то и не в хлам совсем Призму в районе мейна летает При ростом мутки снуд сбивает ее сейчас Адепт, конечно, выгружается Но тут столько собак, что Моментально адепты эти падают 132-96 Все самое главное, Харас законтрил Убил ее плюс один Уснут второй когуть заказан Еще восемь мутали сквознуто Девять Не, ну тут без не выпилить, короче Опять у верчаж снуд выманил Пилонов, ну, очень много Будет шторм Как-то так Опять Сандора Так, ну что, сталкерков напрягать 193-125 Выглядит это все как избиение какое-то Ну, Снута не такая жесткая экономика 65 дронов у него Но 30 муталисков, е-мое 60 лимита только мутки Почему снуд не продолжает Хотя бы атаку на муту делать Здесь уже со сталкерами Можно свободно в лоб драться Не боясь Но вот шторм это то, что может перевернуть Такой замес Почему? Потому что юниты крайне мало ХПшные здесь у Снута Что мутка, что линги Как бы поэтому Ну, Бэйна, конечно, будут разуплотнять Но шторм может Привет, Золкин Так, так, так 200-141 Снут будет? Вот долетается ведь сейчас снуд Как на ВЦС добегался, блин, против друга Вот так вперед линга-бэлингами И архоны просто растоптали 15 штук И вот так и здесь долетается мутка этой чертовой Что шторм его просто развалит Еще с одного прохода давай драться Снут, Снут Что ты делаешь, а? Больно мне смотреть на это все Да вразмен надо идти мутку убивать, блин Нахрен в лоб-то драться с таким хламом просто С такой жестью просто, сказать Иди ты вразмен, Вась Заходит снуд, шторм Вот, 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 все, поехали Приехали, точнее Приплыли, это называется Заходит Бэнни, штормы просто адовые Но слишком много снуда Слишком много мутки Мутка плюс один Здесь плюс два есть Но снуд выпиливает мясо 80 на 160 Нет, снуд знает, что делает Короче, но это рискованно Было бы там не 168, а больше лимита Могло бы быть больно Взрыв двигаться С available на английском Подjektивritt Подписывайтесь В проект Подписывайтесь Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok 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 Так, Европу хотят, короче Ну и логично, что Европу... Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Так, кто понял, где на Твиче менять, короче, инфу по стриму? Сейчас поменяю, погодите... Уарди, опять какие-то косяки с хостом... Все, поменял инфу по стриму, короче... Отлично... 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 так джесс и всем грю прямо загадки это прикольно и решайте их быстрая рука ну то есть она иссякает понимаете приемов уже на штук сотка осталось там не более я еще дам штук 30-40 юрина конкурсе илюхи там еще дам писька его будет вопрос еще просто по starcraft у всякие такие дела и 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 Снута. Снут 2-0 Биллую и Снут 2-0 Гумиху. Снут уже стопудово вышел. И Снут стопудово вышел с первого места, кстати. Почему? Потому что он с Гумиху по личной ведет. Так, Афоник, каких там комментов нет? Все есть. Сейчас, ребят, я на секунду отойду. Что-то чая уже просится. Нестерпимо прям становится. У Харстом Биллую напоследок получается будет. Такие дела. Ждем. На наши зонды напали. Жизнь за Ай. На наши зонды напали. База атакована. На наши зонды напали. На наши зонды напали. На наши зонды напали. Для совершиться правосудия. так ребят пока чай сливал тут что-то уже какая-то агрессия снуда поперла ну снуд видимо на пофиг играет он уже первое место реально занял ну получай, погодите то есть уже для харстома нету нет, почему для харстома есть шансы вру, я снуд не занял еще первое место если снуд проиграет харстома а харстом еще и билл управляет, то он выйдет у снуда будет а не, погодите, снуд уже 2-0 идет нет, ни хрена, ни хрена да, да, да ну если харстом 2-0, 2-0 сделают короче, смотрите, если харстом сделает 2-0 снуда и 2-0 билл тогда короче получится что тогда получится снуд займет второе, а харстом а, нет они вообще будут переигровку делать с гуми хуёму, здесь переигровка теоретически может быть вот такие вот дела что-то снуд вообще провалил здесь все ребят, и я это проморгал короче, это 1-0 в пользу харстом снуд обордел немножечко здесь и я думаю, что он уже ну никак не дожмет бэллинг бастом в том числе здесь много энергии уже мазеркору, верча же много линги вперёд бегут мазеркор на патруле так, дорогу всем на СК-2 и в том числе ну что, вэйны вперёд двигаются лабах, сейчас будет знатный такой два пилона сразу минус снуды на третий накидывают здесь оракул есть ой, больно с обаком от оракула от адептов ещё один бэллинг заходит оракул висит, ничего не делает пробочек 15 минус а я снуду уже похоронил а здесь ещё какие-то и шансы просматриваются да, в этой истории для снуда хотя нет, что-то он как-то не может крит дэмэдж нанести насколько я вижу зербу линги ещё, конечно, подстраиваются но здесь дэмэдж, наверное, в хлам все линги оракул больше не строится у верча же ещё один выставляется ещё один есть, кстати говоря у верча же самое главное ну третий нексус хотя бы отменито а снуд, я не знаю но снуд понимает, что только полностью убить здесь победить можно с 15-ю-то дронами тут уже не нагнать просто бои наделаются не-не-не, ребят тут чё-то всё плохо а а а а а а Продолжение следует... Не, ну Снуд уже тут мечется, это агония, как бы это очевидно было. Может он не парится, особо не знаю. Ну Снуд может себя подставить, просто так хорошо отыграв. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ну и я премиума еще буду, конечно же, разыгрывать. Продолжение следует... Тем более, сейчас активных премиумов на канале просто больше 450. А это очень-очень жестко. Я вам скажу... Это больше, чем в данный момент... Вообще стрим смотришь 427 человек на гейплеере смотрят в данный момент. Ну и почти 300 получается на твиче. Ну и почти 300 получается на твиче. Партнерку на твиче оформить. Я с Аббером поговорил, он мне сказал, что из 5 долларов подписки на твиче... Выплаты потом стримеру идут... Доллар 25, по-моему. То есть сначала там делятся напополам все, клави на твиче уйдет сразу. Еще твиче твои части налоги там какие-то платят. То есть это практически чуть-чуть побольше, чем с ггплеера, короче, с премиума. Это прикол вообще. Я даже не знал, что так там. Ну что, третью Хатусну ставит. Решил этот раз так просто не отдаваться Харстам, видимо. Ну а зачем отдаваться? Если Харстам 2-0 белую убьет, придется играть переигровки. А это уже совсем не очень, потому что Гумику может их обоих пробрить. Вот и все, как бы. И Харстам может Снута опять пробрить, и Снут вообще может не выйти, как бы. Вот такие вот дела. Вот такая вот, какynnativas? Продолжение следует... Такс, ну что, тут инъекции или не идут? Четыре дрончика минус сейчас. Вот, и поэтому про твич я подумал, надо ли мне нахрен эта партнерка там вообще. Вот, кто хочет на твиче подписаться, он может поддержать по реквизитам или, ну, скоро я донейшн олец забилю, просто туда вставлю и смогут они с озвучкой также поддерживать. Так, а подписка не дает качества на твиче, вот в чем прикол еще у кого-то, то есть она, ну, бессмысленна этим, ну, короче, платить им просто денег своих столько этим буржуям. ХЗ, надо ли или нет? Я не думаю, что чем больше подписчиков там, тем больше их будет в будущем. Это зависит от игры популярности, в первую очередь, а не от того, сколько там у тебя будут подписчиков. У меня там узконаправленный стрим именно StarCraft. Короче, ладно, забейте, 7 дронов минусуют Харстом с нуту опять, пурабам, в плюсе. Вот, смотрите, против евро игроков Харстому что-то прям все хорошо вообще. Зато Гумиху его развалил в Хламейну просто, в Хламейну. Ну и Сну зато Гумиху Хламейну развалил. Ну и Сну зато Гумиху Хламейну. Ну снутра зажрался, 77-70, парабам, шпиль, второй куготь, бейлинг, мув. Правда, ручер, реводжеров нет вообще, и крипа маловато на самом деле. Так, здесь Фениксовера принимает, куст 3 гейта, есть анахивы темпларов. Кстати, погодите, где Аркона Морфиса, Аркона Дома Морфиса, какой-то выход от Харстного будет, похоже. Так, сколько у нас, 10 гейтов будет? Да, выход с 3 бастом, с масс гейтов, но тут просто ресурсы рекой. Ну, типут 80 гронов уже. Напоится в рейтинге канал. Ну, ФЗ, как бы, ФЗ. Фига, тут Харстом этих. Дестабилит этих ловушек стазисных просто наставил, миллион. 44 бейна уснута, второй куготь уже есть. Так, готовы бейны, все вперед идут. Врывает снуд Аркона. Харстон засплетился, очень-очень даже неплохо. Зилки минус. В Аркона флингами врываются, Аркона уничтожаются. Здесь зилки тоже уничтожены. Стазисная ловушка сработала, 122-104. Какой же снуд мясной просто сегодня. Да и в принципе он всегда таким был. Ну, 10 гейтов, переварк-то просто адский. Сможет снуд этот переварк по этому противостоять. Отлетает Харстом чуть подальше. Королевы зафризились. Сейчас еще Аркона здесь будут. Нужны новые бейлинги, как можно больше. 16 снуд делает. Блин, королев лучше не отдавать, конечно, вот так вот. Это юнит, который стабилизирует хоть чуть-чуть. 4 муталиска снуд делает. Для чего он их делает? Конечно же призму эту минуснуть. Окружает Харстом королев. Ой, бедная королева, вообще в секунду развалена они оказываются. Бейны выходят, Арконы падают. Еще раз Бейны блочится. Но здесь и Морфу падает с Аркончиками. Еще минус бейлинг. Где муталиски-то эти 4 штуки, не понимаю. Это минус 4 хат. Неужели Харстом так беспонтово снуду продавит? У него 4 хат. Да, он продавливает хат. Это для снуду очень плохо. Но призма сбита. Толку уже за пуш свою миссию выполнил. И еще попробую отбить. Бейлинги на муве бегают, сливаются. Харстом сплитится при этом. Зилков вообще не отдает на бейнах практически. Катастрофа, катастрофа. Надо восстанавливать. Еще потенциал, конечно, есть. Но все плохо у снуда. Похоже, Харстом 2.0. Блин, прикольно с переигровки будут. Реально прикольно будет тогда. Ну, карту надо снуду у Харстома было брать. Но там он вылешил Харстому шансов. У нас последнее PvP с интригой будет. Похоже. Еще снуд пока, конечно, не проиграл. Но я думаю, что здесь шансов выиграть вообще крайне мало. У него, посмотрите, какой переварп идет. Просто хлам там по 20 лимита варпится у Харстома. Да как и раньше, экономика позволяет. 78 пробок. Попробок-то он столько насклепал вообще. Перевел бы хоть часть-то, я не знаю. Пошел замец. Бейлинги заходят. Мутка пока живет. Еще бейлинги в Архон опрываются. Но один Архон жив-здоров вообще. Муты все больше и больше. Сталкеров доварпливают Харстом. Скулта Архона минусуют. Здесь есть новый. Здесь есть Феникс. 137 минус на 8. КГ пишет. Снут изи Харстом. Так, а белую где сбилую? Так, на Америку идем. Зря Снут ушел. Еще на переигровке он может быть понадобится. Продолжение следует... следует... Субтитры сделал DimaTorzok Нет, воздух в ловушки не попадает. Так, переигровки, если и будут, только в пятницу. Короче, вот. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Тorzok 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 Продолжение следует... Так, ребята... Ребят, Зулкин подарок на Новый год, надеюсь, поможет тебе в моей работе, до конца недели закончу. Ты, блин, меня не пугай, так что там еще за подарок. Да ладно, не надо меня в трейнер, я вообще извиняюсь, что-то я все чмо да чмо. Ну вот, сам как чмо играю, сейчас вообще не тренируюсь. На самом деле, как бы, Харстом выиграл, победителей не суют, короче, как говорится. Но косяки с позиций у него были просто жесть. Ну, если до переигровок он доиграется, будет вообще весело тогда. Хе-хе-хе-хе, везучий Харстом просто. Сталкеры пришли. Просто пробку спокойно, пилон ставят здесь. Мазер, корфюс, два сталкера выходят. Сваливай Харстом вон отсюда, сваливай. Подарок от души из Владика, ё-моё. Тебе нужно, тебе тогда еще нужно телепорт сделать, чтобы, чтобы его подарить. Потому что, блин, из Владика скукает. Сюда даже самая быстрая почта идет, наверное, нормально. Хотя, может, самолеты какие-нибудь сейчас возят. Так, билую минусую сталкеров Харстому. Две штуки, ё-моё. Как он заблудился-то, так не понимаю. В это время Оракул прилетает и начинает просто крушить рабочих. И здесь еще пробки Харстом. Давай пили их. Еще четыре выпилил. Семь плюс три. Три плюс четыре, семь. Парабам, сравнялись. Здесь уверчаж надо ставить Харстом просто и все. Дарсталкеров уйдет. Но адепты Билови заходят на мэн. Если Харстом отдает эту карту, то все, ему о переигровках нужно будет забыть на самом деле. А он, похоже, отдает здесь карту. Билови ходит тут. Минус адепты. Не, нормально Харстом отбился. Если Оракул уже 8 сможет продолжить свою диверсионную деятельность просто. И через голос. 62-52 Билуэ решил, что без глефов адептам нельзя никак победить Пора подключать тайное оружие Но оно уже не тайное больше стало за последнее время Все понимают, что есть адепты Продолжение следует... Ну что, пошел Билуэ вперед 6 гейтов у него 100% есть Да, 6 есть адептов, поэтому варп серьезный У Харстома 2 гейта на данный момент Но у него блинг... Блин, но он еще даже не на половине, блин И гейты только он добавляет сейчас Тут только на пилонов можно отбиваться дома Так, полетает Харстом своим Аракулом Ой, адепты как заходят плотненько Пилон падает номер один Пилон номер два, оверчаш пошел Билды неплохие от Харстома Где Аракул-то? Погиб уже что ли? Похоже погиб уже, да, Аракул Как же адепты расчехляют от Билуэ Харстома имелимита намного меньше стало Это, ребята, 1-1 И это значит Харстому уже ничего не поможет Смут выйдет из группы на первом месте А Гуми Хо на втором Вот такие вот дела К сожалению, бомжи пушим Лишает шансов Билуэ Харстома на выход Но мы третью решающую Сейчас посмотрим еще Эхо, следующая карта Субтитры сделал DimaTorzok Фараон деактивировал премиум на ваш канал Ну что, поехали, ребят Харстом против Билуэ 1-1 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Так, молодцы, поздравляю Фараон Дас За то, что разгадал Реву с GS Блин, прикольно На GS скину еще это премиумов Если не лунджа, я смогу тебе и больше скинуть Чтобы к финальной части ГГГОДа побольше разыграть подарок на новый год подписчик золким подарить серёге пишите ответ правильно угадавшим по полным балансом 2000 рублей ни хрена себе может мне мне можно угадывать но есть там типа 4 подарок 4000 рублей поздравляю плюс 2 там бах ладно шучу короче хвостом решил что пофиг уже он потерял шанс овощи на выход в плей-офф мне нужно пушить стрелу гейтов плюс торгейт белую полуапуфепси белый пацан откуда ты придумаешь херню эту я просто смотрю и иногда просто угораю так оракул собираются врываться а он уже ворвался и выманил все оверчажи между прочим если можно устроиться хорстом собираются пушить но медленный вар сталкеры подходит с иммортал вейд то это печаль на самом деле с имморталом будет не вдавить не втащить так подходит сталкеры филды пошли ну кстати вовремя на филды развел и до иммортал еще 9 секунд вот сейчас прям с этими юнитами зайти и шанс будет как бы так оракул там бомбить нам и а два оракула если они там просто жарят вообще в хлам белую беднягу тут иммортал уже есть 24 18 на вне тут переходить хорстом если он тупо хочет дальше прессовать я не вижу в этом вкус никакого а Так, один из пробок Харстом ещё минус нового оппонента своему. Ну, Билл, практически столько же рабочих, как бы, и он идёт вперёд, Харстом пытается отступить, но успеет ли он вообще здесь отступить, вот в чём вопрос. Продолжение следует... Перебивает, о, уже Биллон Харст на мэни, два Оракула всё ещё летают, харасит, но отступает назад Биллую. Харстом кубёт и летишь, там СН-3 халявный есть. ПОДПИШИСЬ! Продолжение следует... хрена там золкин 10 тысяч рублей сюда жестко звератула что ли живого мне пришлось чтоб он мне стримить помогал ну что ребят хаш там вроде как квалитет по лимиту установил здесь там есть трубы бэй twilight пошел можно сейчас в принципе пытаться расчехлить вообще по времени у нас 17-20 опять вперед пошел билл что творится дестабилизатора надо успеть старском построить то нормально будет ну и с n3 нам филдов побольше а варди это кто или что варди это клон верди но он верди настолько короче просто слабый и вообще игрок ну не успешный что варди это более успешная версия вверх он стал стримером он реально топчик тому на английском стриме ты нормальная аудитория у него вот ладно на самом деле шутки шутками это стример просто просто стример так два дестабилизатора у харстом есть ставить третий нексус здесь раньше уже третий нексус убилу и у харстом уже архивы темпларов так Так, сейчас тут Харстон приходит, не отдаться бы ему сейчас. Нужно ли лезть вообще Харстону? Как сейчас можно больно зарядить, заряжает вроде как больно, но его все равно меньше намного Харстон. Ему надо бегом отсюда бежать, просто он зачем-то отдается, хотя лимита больше даже, чем у оппонента. Призму он пытается уйти, никуда не денется уже. Так, здесь стазис на ловушке, кстати, отступление свое подготовил. Ну, как-то Харстон здесь не отдавался. Какой процесс, сейчас i5, хочу лучше, 4670K. Хочу лучше, чем есть, но на данный момент ничего пока не хочу. Потому что зависит от того, на что соберу, конечно. Чем жестче, тем лучше. Как раз вот это AMD-шное там выйдет после Нового года. За январь этот вопрос я надеюсь решить, потому что прогнозируют спады на Intel-цены какой-то. Хотя не факт, что будет, да? Может, те неплохие будут. Продолжение следует. выиграл, мне не надо кубок, чтобы выиграл ксл это, ну, ладно, кастом чемпион мира по репортажу, да но я-то не выигрывал ксл так, три адептоса минус, смотрите, несколько выстрелов харстома и все, ситуация перевернулась уже Билуви имеет рубы бэй, но при этом просто не строит дестабилизатор что делает Билуви, ответьте мне пожалуйста я просто не понимаю, что он делает харстом там фажу добавляет, пошел замес иммортал из другого направления поход как бомбить вообще бомбим, летим бомбим по имморталам залп еще еще залп шел, какие адепты, чтобы имморталов пострелять так, еще в имморталов залп 112, 124, не надо отпускать его нафиг отсюда Билуви, харстом надо вперед идти спокойно просто и все надо дестабилизаторами стрелять стараться и не по своим именам желательно так, здесь адепт на второй пришли здесь харстом выдавливает Билуви, еще залп пошел, опять молоко, здесь на адепт подвлекся куда они там, на третью заходят здесь есть адепты у харстом так, оракул есть, трубая дэмэдж несколько вебет пробок, конечно, здесь Билуви, но ничего ему не дает вообще, причем хастом поймал Билуви сейчас хорош бегай, пишем Билуви, какой-то мертвый Билуви вообще это не 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...